Сергей Леонидович Рубинштейн писал, что без памяти мы были существом мгновения. Настоящее по мере его протекания безвозвратно погружалось в прошлое. И действительно во многом то, кем мы являемся, определяемся тем, что мы помним. Что вы помните из своего детства? Были ли это яркие моменты? Были ли это какие-то моменты, связанные с огорчением? Психологи говорят, что в зависимости от того, какие были ваши первые воспоминания, определяется очень многом изначальной установки и отношения к жизни. Веселый вы человек или грустный? Завидуете ли вы? Или стремитесь к максимальному достижению успеха? Итак, что же такое память? Память это процесс, с помощью которого информация поступает, сохраняется в мозгу, позже извлекается и со временем, возможно, забывается. Память таким образом помогает нам извлекать из прошлого уроки, помогает нам формировать отношения к жизни и в том числе формирует определенные цели, которые мы стремимся достигать. Изучение памяти началось много-много лет назад. Еще древние греки, на которых мы уже ссылались ранее, имели определенные представления о памяти. Они считали, что впечатления, которые человек получает от жизни, поступают в его организм и подобно отпечатку на воске оставляют следы у нас внутри. В 2000 лет пустя естественное испытатель Рене Декарт говорил о том, что нервная система состоит из некоторой системы трубочек, по которым поступает наше впечатление. В зависимости от того, как часто используются те или другие трубочки, они становятся теми каналами, по которым естественным образом происходит движение жизненных духов. Сегодня наши представления о памяти немножко другие. Они носят более биологический характер. Хотя, по сути, то, что было открыто грекам и Декартам, мы действительно признаем. Действительно, то, что испытывает человек, то, что он знает и запоминает, оказывает на него влияние. Только сегодня ученые говорят о том, что запись происходит в наших нервных клетках, и, скорее всего, информация хранится в памяти на молекулярном уровне. Память настолько часто используется нами в жизни, что описывают ее по-разному. Существуют различные деления и классификации памяти. Давайте посмотрим на некоторые из них. Прежде всего, выделяют шесть типов памяти. Первое относится к нашим движениям. Это двигательная память. Если мы научились что-то делать руками, то сами руки будут напоминать нам о том, что мы это умеем. Умеете ли вы чистить картошку или водить машину? Это двигательная память. Ваш организм движением ваших мускулов запоминается. И в следующий раз, когда вы начинаете это делать, вам не нужно прикладывать лишних усилий. Вы это помните. Также есть словесно-логическая память. Вы запоминаете определенные слова, конструкции, и изучение языка полностью основано на этом виде памяти. Вы знаете, каким образом общаться, каким образом строить предложение и как высказывать свою мысль. Этот навык закрепляется, если вы изучаете несколько языков. Также есть образная память. Это память, которая хранит различные виды впечатлений. Образная память тоже подразделяется, в свою очередь, на зрительные образы, то есть некоторые картинки, которые вы видите. Запахи, например, это тоже определенные образы. Или звуки. Это музыкальная память. И каждый из этих образов имеет определенное влияние на то, что вы знаете и каким вы являетесь. Также есть эмоциональная память, которая хранит те переживания, через которые вы прошли. Часто эмоциональная память срабатывает, когда вы вспоминаете о чем-то особенно приятном или не очень приятном. Когда это происходит, вы как бы возвращаетесь в ту ситуацию и переживаете ваши эмоции вновь. Эта эмоциональная память часто используется в консультации, если человеку нужно преодолеть какие-то страхи, связанные с пережитыми ранее травмами. Также память бывает непроизвольной. Это память, которая прежде всего срабатывает, когда мы встречаемся с каким-то раздражителем, как говорят психологи. Непроизвольная память срабатывает, когда вы просто запоминаете что-то, даже не ставя себе такой цели. Допустим, вы вошли в троллейбус и стали платить билеты. Слева от вас стоял человек, которого вы не особенно обратили внимание. Но если вас спросят, кто занимал место слева, почти сразу же вы можете ответить. Это был мужчина или женщина, допустим, в черной куртке. Также есть произвольная память. Это память, которую мы используем чаще всего в обучении чему-то, когда мы целенаправленно прикладываем усилия, чтобы освоить какое-то количество информации. Например, нам задали таблицу умножения, и мы прикладываем силу и запоминаем ее вновь и вновь. Проходит годы, и мы до сих пор помним, что 5 и 5, 25. Другая классификация памяти делит память по долговременности хранения. Я уже говорила о непосредственной памяти. Это та память, которая срабатывает автоматически. Она работает всегда, но продолжительность запоминания очень недолговременна, только четверть секунды. Если позже вам задать вопрос о том, какой человек находился слева в астролейбусе, вы просто будете неспособны воспроизвести эту информацию. Более долгой памятью является коротковременная или оперативная память. Это та память, благодаря которой мы отсеиваем информацию, нам нужную или не нужную. Но почти все, что мы видим, отпечатывается в наших впечатлениях, в нашем мозге на протяжении 20 секунд. Если в течение 20 секунд вас спросить о том, что вы слышали, вы, как правило, можете это воспроизвести. Именно так выигрывают ученики, которых учитель ловит на лекции, увидев, что они не слушают. Он задает им вопрос, что я только что сказал. Благодаря механизму кратковременной памяти ученик может повторить это, даже если он не вслушивался в слова учителя. Для того, чтобы память была более долгой, она из кратковременной должна перейти в долговременную память. Это память, в которой воспоминания могут храниться на протяжении всей нашей жизни. Когда человек занимается обучением или научной деятельностью, безусловно, он опирается на память, на то, что он знает или то, что он изучает, и простраивание определенных взаимоотношений между ними. Механизм памяти можно описать с помощью следующей схемы. Есть процессы восприятия, запоминания, сохранения и воспроизведения. Когда информация после восприятия поступает в запоминание, сохраняется, через воспроизведение, через многократное воспроизведение, она воспринимается вновь, и происходит запоминание. Потери информации происходят в случае, если информация не оказывается востребованной, и она постепенно стирается. Поэтому задача обучения — это создать наиболее подходящие условия для того, чтобы информация долго времени хранилась в вашей копилке знаний. Создание тех условий, которые наиболее благоприятно влияют на запоминание этой информации, чтобы в последствии жизни вы могли ее использовать. Итак, сегодня мы говорили о памяти, о тех видах памяти, которые существуют, о тех классификациях, которые предложены, и о том, каким образом информация и память работают в процессе обучения. Успешной учебы!